выдвигаемся мы европу несколько стран и сейчас ищет туалетную бумагу это все еще грядет надежда к себе этих двоих уже нет на горизонте вот это прикол ну крутяк вообще шик барбос что заснул короче мы подгребли в капюшоп маня то что такое ты сказал осталось две минуты и это было 30 минут назад петя ты чего добро пожаловать в амстердам так и у нас сразу короче тут ситуация в нашем дорожном трипе мы короче прошли паспортный контроль кстати при это лондон бро как дела прошли паспортный контроль выдвигаемся мы европу несколько стран начинаем с франции один из наших товарищей захотел в туалет пить сейчас ищет туалетную бумагу я предложил такой вариант как у меня из бумаги есть на это сертификат о вакцине если бы выручить товарища не смогу вернуться в общем время у нас без пятнадцати семь утра бы все питер вообще не спал я поспал часок где-то сейчас надеюсь дороге мы еще за спим такая-то на сегодня малышечка с нами будет ближайшие наверно дней 8-10 я не знающие насколько мы едем и когда мы обратно поэтому это лондон бро погнали посмотрим а что мой друг устраивайся поудобней это первое видео из серии осенних travel бложников на машине через европу наш начинался из довера в поезде в евро тоннеле который занимает примерно 30 минут и цена этой поездки на легковом автомобиле около 140 фунтов по идее мы должны были ехать прямо через францию до амстердама но основной наш девиз это фристайлинг свободный стиль поэтому планы слегка поменялись короче мы только что питер открыл секрет как был построен стон что еще египетские пирамиды да думаю пирамиды тоже и мексиканские пирамиды тоже они просто поставили леса секрет раскрыт ребята теперь все понимаем да все гениально просто это было просто скафолд хочу признаться если честно я слегка паранойл насколько долго моя спина выдержит путешествие в автомобильном сидении и тут надо отдать должное немецкому автомобилестроению вся поездка просто пролетела на одно дыхание то есть такая же система вам как она да такие есть у нас в англии тоже автоматы принципе здесь все понятно 60 минут 2 евро 2 часа 5 евро 4 часа 14 евро ну неплохо неплохо это все еще грядет надежда где-то отловить волны для серфа начал проверять водохранилище зачем нам ходить по задворкам это лондон бро и мы в бельгии по-русски сейчас мы здесь напишем короче мы идем наверно на кофеек сколько мы ехали три часа через три часа на поезде полчасика в тоннеле короче решили мы заехать пока сюда по дороге как-то у нас не было запланировано но мы как-то вперед график опережаем это мой дружбан пита это похож бро как мы говорили с тобой про это кино как его звали до актер главный джонни депп да да облау бро ты выглядишь как джонни депп с этого фильма до репутация не особо слушай как зовут твою кореша джюсер 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 макс слушай извиняюсь заранее буду перепрашивать твой имя несколько раз пока не запомнит я не готов сейчас имена запоминать с первого раза джюсер 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 а чуть позже к нам присоединится у нас еще один д'артаньян точнее мушкетер Когда Арчи к нам присоединится, мы будем как четыре мушкетера. Ладно, погнали, посмотрим что-то. Здравствуйте. Слушай, я не снимал, но это было эпично. Это камера? Да. Такая маленькая. Да, слушай, я не снял, но это было эпично, бро. Короче, не заснял, Петя стоял, стоял этой темой, надавливал себе в руки, а парню туда прям в глаз, заветил глаз, чтобы он понял. Такое ощущение, как будто что-то, как будто еще никто не проснулся, и вот-вот все должны подойти, хотя время уже 10.30. Все, этих двоих уже нет на горизонте. Мы приехали в самый центр. Так, и куда делись эти двое теперь? А, ну что ж, они уже вмонтанили там. Возвращаясь к вопросу о пустых офисных помещениях, я так понимаю, что это центральная улица, но пока вот только первое я увидел. Если помните, в Португалии мы видели чуть-чуть побольше там. Но пока первое помещение, посмотрим, что будет дальше. Вон, кстати, еще одно пустое помещение, туда скорее всего сдается, ничего нету там. Да, ничего не происходит. Ну вот потихоньку начали появляться люди хоть. Здесь чуть-чуть побольше экшена. Третье помещение под аренду. Вот основная улица. Четвертая вон справа. Аренда. Ну да, здесь тоже их подзадело. Бельгию тоже, видимо, поднакрыло, как и все другие города и бизнесы. Но я думаю, это результат показательный всей этой движухи с пандемией. Я думаю, нет ни одного города, в котором ситуация примерно сейчас не похожая. Парнишка кинул таким взглядом, чуть ли не привет на русском сказал. Славяне, славяне видят друг друга в глазах. Знакомый кот, кот да Винчи. Бро, давай-ка сделаем тут селфи. Шикарное место. Слушай, давай договоримся сразу. Все фотографии без солнечных очков удаляются, окей? Это видео. Слушай, почему бы нам не присесть здесь на какой-то легкий завтрак с капучино? Здесь какая-то мекка багетов. Ля багет. Здесь просто какой-то музей багетов. Мне кажется, здесь вот самое шикарненькое место. Питер берет там багетик себе на той стороне. Саряныч, если честно, без энергии я спал всего час. Короче, я думаю, мы сейчас присядем тут чуть-чуть на кофеек. Мне кажется, это шикарненькое место. Упасть на кофе. Где-то вот здесь. Да, и что не может не радовать, что все без масок. Какая галерея здесь вообще непременно. Диконная. Вау. Бестай. Слушайте, это у вас больше похоже на галерею. Мы и есть галереи. Могу я посмотреть? Конечно. Вау, вот это поворот. Вот это я зашел, ничего себе. Только хотел сказать, место такое, типа как галерея. А за буфетом стоит китайка. Ну, я прям впечатлен таким раскладом. Здесь какая-то фотостудия у меня стоит, свет что-то раз-раз. Вот это прикол. Вот это здесь приколюшка, ничего себе. Ну, крутяк. Вообще шик. Ничего себе, вот это кафешка, нифига себе. Вот я так понял, это арт-галерея и кафе вместе. Вот это прикол. Вот это прикольчик, ничего себе. Ребята, а тут такая подоспелая история. Такой вот расклад тут небольшой оказался. Ну, раз уж это попало на видео, примерно 8 из 10 падающих из моих рук вещей я ловлю. Не знаю, откуда у меня, скорее всего детство, хоккей с мячом, ворота и все такое. Ну, и коль уж мы заговорили о хоккее в этот прекрасный бельгийский завтрак, хотел бы для тех, кто не знает, существует и также на севере России такой вид хоккей, как хоккей с мячом. И нет, это не хоккей на траве, как многие думают. Хоккей с мячом на льду, это когда по 11 человек в команде. Размер поля как футбольное, только заливается льдом. Там есть угловые, штрафные, ворота выше вратаря, поэтому там приходится прыгать, чтобы поймать мячик. Слушай, вчера я даже не мог представить, что сегодня утром на завтрак у меня будут настоящие бельгийские вафли. Понимаю. Здесь мы обсудили, что все, что мы знаем об этом городе, это что здесь был снят фильм, который называется «Залечь на дно в Брюге». Я его никогда не смотрел, слышал из каких-то тревел-блогов и Петя здесь расчувствовался и вдался слегка в детали. Просит автор за картину 600 евро, 60 евро, диафильм типа. Это потопный диафильм. Ну такое мы можем оформить легко, и такое. Вот это уже сложнее. Минутка погружения в арт-материи. После всего лишь часа сна предыдущей ночью самое время начать разбираться в евромонетках. Вот вам еще турецкая манитка. На удачу. Я прошелся по улице, увидел несколько пустых магазинов. Хотел спросить, как у вас вообще с бизнесом, как сейчас вся эта история. Ну сейчас не так плохо. Сейчас, да, потихоньку мы чувствуем, есть какие-то туристы. Потому что я проходил там около 4-5 магазинов абсолютно пустые под аренду. Да, 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 икс мыло во время пандемии. Но это главная улица города, правильно? Да, 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 это одна из главных улиц. Да, для многих бизнесов нелегкие времена. Спасибо большое, удачи. Типа сделал такое изделие и тут же свою рекламку раз, люди вроде фотографируют, подходят. И тут же сама реклама. Хлоп, креатив, бельгийский креатив. Так, ладно, пока гребем, расскажу вам суть происходящего. Решили мы с моим корешком Петей, Питером, он словак, сделать небольшой роут-трип в Европу. К нему присоединился второй, не помню, как зовут, второй его корешок. И вот мы втроем гребем в Амстердам. Там к нам прилетает еще один мушкетер. И мы как 4 мушкетера продолжаем дальше. Дабы правильно направить мысли тех, кто в моем аналоге у следующего парковочного автомата неверно услышит интерпретацию сказанного, хочу сказать, что у Питера не получилось оплатить с первых трех попыток, а у женщины, которая подошла после него, это получилось. Что заставило меня усомниться в его рейтинге взаимодействия с парковочными машинами. Питер, властелин парковочных машин. Смотри, сейчас она вытащит. Эта женщина смогла победить. Смотри, у меня получилось. Как я пытался часик прикорнуть под звуки хэви металла, это у меня не особо удалось. Приехали мы уже в Нидерландс. Приехали на какие-то небольшие островочки. Сейчас, наверное, кстати, на карте ее увидим, где мы есть. Мы, мне кажется, называется Версгаттен. Версгаттен. А мы вот здесь. Версгаттен. Я вам посмотрю. Чувак, здесь в конце должна песня из роки играть. Пойдем посмотрим, там что-то есть в середине, я видел с дрона. Какой-то корабль заброшенный или что-то. Если я не ошибаюсь, все, что мы здесь видим, построено человеческими руками. В Голландии существуют определенного рода проблемы с затоплениями. Поэтому они разработали целую систему каналов и вариаций, как защитить себя от этого. Дамбы и прочие ручные сооружения. Но это уже абсолютно отдельная история. Мужик, это шикарненькое место, полетай дроном. В общем, здесь такая тема. Вообще непонятно где, а здесь розетки для электрического байка. Старт. Слушай, мне кажется, в том здании коробка с предохранителями от всех этих дел. Типа, если что-то перестало работать, двое прыгают в лодку и погребли туда. Слушай, Арчи послал голосовое. Говорит, что я, наверное, жалею, что я не полетел с ним на самолете, что это всего 45 минут полета. Глупец. 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 Бро, давай-ка оформим селфи. Как ты уже мог понять по названию, первый город, где мы заночуем, это будет Амстердам. И основная миссия в Амстердаме у нас будет это кофе-шоуп-тур. Это будет также первый и последний город, где мы забронировали жилье заранее. Все остальные города бронировались по ходу пьесы. Погнали, посмотрим. Прибыв в Амстердам, мы пытались разобраться, какая здесь история с парковкой. И можем ли мы бросить машину рядом с нашим домом. Так как никаких опознавательных знаков не говорили об обратном. Узнав советы у нескольких местных жителей, мы поняли, что машину лучше отогнать в парковочку. Поэтому мы здесь разгрузили вещи и чуть позже двинули машину на паркинг. Барбас, что за сна? Брат, ты говоришь не получалось. Неплохо. Красной лошадь, я молчал, чтобы до конца вечера. Короче, мы подгребли в кофешоп, в который заглядывает Самуэль Эл Джексон. Начинаем мы свой кофешоп-тур с места, в котором обычно нарисовывается Самуэль Эл Джексон. И как пишется, это его любимый кофешоп в Амстердаме. Петя вычитал эту информацию где-то в интернете, и поэтому это было у нас первой точкой остановки. Ну что, добрый вечер, хотелось бы что-то приятненького. Как тут дела у вас вообще с калифорнийскими вариантами? О, у вас есть лунный камень, ничего себе! Я знал, что я еду в правильное место. Так, сколько там у тебя, бро? Здесь, эээ, три с половиной за 60. Не дешево, но должно быть шик. Айсквим кейк. По совету тебе что-то не очень сильно. Ну вот есть white balloon. В этой поездке в каждом заведении нам пришлось показывать свои QR-коды и сертификаты вакцинации. У Петя была история следующая. Он сделал вторую прививку, но и не успел получить сертификат. И на каждой границе, и в каждом ресторане нам пришлось объяснять эту историю, что он дважды привит, но нет сертификата. Что нас этим запустили во Францию, и было бы неплохо вообще вашему какашопу тоже выразить солидарность. Напомню еще разок, что это? Амнезия. Слушайте, могу я попробовать что-то еще? У нас полно амнезии дома. Может, белая вдова? Вот это слоеный пирог я бы тоже взял. Мэн, это что такое? Это слоеный пирог. В смысле, со всеми делами? Да-да, видишь, там разные слои, они все из разных как бы историй. Смотри, ты такое видел? Да, слушай, расскажи, что с ним делать? Что ты его крошишь там или что? Я не понял, что... Ну, типа, да, он как бы из разных слоев. Один слой из цветов, один слой из ирисок. А ты уже смотри сам, как с ним начали. Ну, в смысле, ты типа, как бы крошишь все вместе, замешиваешь, да? Ну, да-да-да. Короче, какая-то такая штучка называется. Thank you. Это называется Layer Cake Gorilla Glue Hush and Girl Scout Cookies. 27 евро 50 стоит. А это у нас White Balloon 9,50 граммчик. Слушай, у меня нет QR-кода. У меня есть как бы сертификат о вакцинации, но он дома. Давай-ка я посмотрю, может, у меня что-то на e-mail есть. В общем, смотри, в Америке, когда я был в кофешопе, они дают такую баночку. И там в крышке дырочки, то есть ты не можешь открыть и прям понюхать. А ты подсовываешь их через эти дырочки. И я типа, блин, что за дела? Вы прикалываетесь? Это кофешоп или что? Они продают там что-то из раздела 3,5 за 80 долларов. Блин, и ты даже не можешь туда засунуть свой клюв. Я видел такую тему во многих местах в Америке. Они к тебе изначально относятся, как к потенциальному какому-то криминальному элементу. Если ты едешь на заправку, это не как у нас в UK, ты заправил и идешь платить. Ты сначала идешь, платишь, потом выходишь и заправляешь на сколько оплатил. Я видел такую тему после полуночи на некоторых заправках. Типа, вставляешь пистолет раз-раз, и ничего не происходит. Тебе дойти сначала на кассу. Если ты покидаешь большой супермаркет, там есть такой мужичок на выходе, который проверяет, что ты выносишь и соответствует ли это твоему чеку. Типа, я выхожу с магазина, мужик такой, а где твой чек? Я типа, чё? Ну типа, в целом это как бы свободный мир, но не знаю. В UK у нас чуть-чуть по-другому. Я там ездил на арендованной тачке, я не знал, какой размер бака. Я захожу туда на заправку, даю ему типа там 60 баксов или сколько-то. Иду туда заправляю, у меня начинает холестать через край, мне он машет с окна, тормози, тормози. Я, блин, типа, да чё за дела, я себе плачу, я не понимаю ничего. Ну типа, к этому надо привыкнуть. Я типа, думаю, блин, как часто люди здесь крадут топливо, что такое здесь происходит. Ну чё, давайте, парни. Продолжать идти и смеяться лучше, чем просто смеяться и не идти. Так как мы все были очень голодны, Петя нашёл какой-то итальянский ресторанчик через Google. Он был флагманом, двигающим нашу контору в этом направлении. Так, это походу в другом направлении. Так, подожди, подожди, мы за тобой идём уже полчаса. Ты сказал, осталось 2 минуты, и это было 30 минут назад. Слушай, может, держи телефон в руках, не убирай надолго его в карман. Чё, не туда? Петя, ты чего? Ты чего? Ты нашёл путь? Конечно. Здесь, кстати, похоже, как на Санкт-Петербург. Там есть какие-то похожие приколюшки, оградки такие, мостики такие. И типа здания какие-нибудь. Чё, подешевле. Как какие-нибудь конюшни. Ну, там разные мосты есть. Тоже там где-то есть и подороже. В Санкт-Петербурге. Слушай, я в прошлый раз, когда здесь был, там вот напротив этого Таура в пабе Амстал, по-моему, 2-процентный. Я вообще с него просто выпал. Он типа как вот этот, помнишь, на этот бинтанк или как он? Балийский этот пиосик. 2 градуса или сколько там? 3, 2, 1,5. Подожди, подожди, что тут там? Петя что-то там. Капитан. Арчи, иди встань туда. Иди встань туда. Ну, просто не знаю, какой-то Штрибан. Встань между ним и граффити. Ну, вот сюда встань. Между ними. Нет, типа туда смотри. Туда? Туда. Ногой встань вот так к стене и туда смотри. Подожди, подожди, подожди. Сейчас. Там был портрет просто вот так. А куда Петя делался? Вон Армус. Я, кстати, их два раза в Словакии, они чуть-чуть терялись там. Подожди, куда они ушли? Вот, как будто сюда шли. Здесь такой чисто велосипедный моторвей. Знаешь, такая тема, короче, велосипедисты, когда или мотоциклисты, им что-то не нравится с автомобилистами, они сбивают там эти боковые стекла, да, типа. А такая тема у велосипедистов с пешеходами. Когда им что-то не нравится, он просто, знаешь, такой по краю уха, саечку тебе на ходу. Фу. Такой, знаешь, звук такой еще. Такой мелкий. Нет, звук такой негромкий, но весомый. Такой, да. И как бы тебе прижгло, а он уехал. И ты стоишь такой и думаешь, ну, за что это было, типа. Варежки-то, конечно, еще, мне кажется, ближе к Братиславе, и не помешали бы. Я собирался еще куртку взять такую меховую с этим, которую совсем, наверное, зимой там гоняю. Ты что, в Альпы едете? Ну, типа в горы, но там нет снега еще сейчас, не сезон. Ну, я не знаю, Альпы или это. Крайней мере, в разговоре со мной за все эти разы слова Альпы ни разу не звучало. Может, ну, такой гостевой чисто прогонщик, и, может, решили чуть-чуть пуху накидать. Кто там будет уточнять? Слушай, ничего себе, так у них квартира, да, ходишь, типа. Люди ходят, просто смотрят. Я бы обломался так жить. Надо шторы, типа, или что-то. Или хотя бы заклеивать в половину. Или с другого, снизу заклеивать, а вверху оставлять. Ну, не знаю, так прям вообще, ну, как будто на этом стеклопакет поставил на тротуаре, и там с яму выкопал и сделал бобровую хатку. У них тут у всех какой-то прикол, мне кажется, есть. Скрытый. Таксист такой тоже эмоциональный был. They don't give a shit. Ульрих такой. О, взальчик. На бар похож на спортивный, на реальный спортбар. Типа спортбар, это где занимаются спортом и пьют фруктовые напитки. Или смузики. А обычные спортбары, где все, типа, заливают сливы, просто смотрят телевизор. Это не спортбар. Не-не, мне кажется, туда, все центральные дороги туда, в ту сторону идут. Поворачивай. Туда мы идем, нет? Пальцы за индивели, нажимать на кнопки. Дальше по направлению к ресторанчику мы шли с Арчиком, разговаривали сзади на русском, и местный какой-то велосипедист на слово «блин» проявил какую-то странную реакцию. Ну, только если ты понимаешь наш язык. Это который? Ну, сейчас мы говорим на английском. На каком ты говоришь? Нидерландский. Помимо английского, мы не думаем, что ты понимаешь наш язык. Это какой? Мы говорим на русском. Да, но ты разве не сказал что-то похожее на «блин» или что-то на «б»? Да, может быть «блин». А, хорошо, но не мне, да? Ты знаешь, что слово «блин» значит? Да, «блин» значит «блин». Так и как ты тебя ассоциируешь с этим словом? Да, но если ты кого-то называешь «блином», это не очень хорошо, не так ли? Да нет, мы не называем людей «блинами». Мы говорим это для связки слов. На голландском иногда обзываем людей «блинами». Но, может быть, но мы не говорим на твоем языке. Поэтому, я думал, вы адресовали что-то мне. Хорошего вечера. Хорошего вечера, блин. У меня, может, камера на шлеме. Может, он пересмотрелся «Де Ниро»? Яйцо «Кинтуми»? Что ты сказал, «блин»? Что ты сказал, «блин»? Не, не, подходит. Что ты сказал, «блин»? И так, знаешь, параноид чисто целый день ездит. Вы сказали «блин», когда я проезжал рядом? Вы называли меня «панкейком»? Колобка, может, пересмотрел щиток. Или не засмотрел. Не, не, Мэн, это неправильное место. Я хотел пойти в этот кафешоп, понял? А, я понял. Я думал, ты хотел в это местечко заскочить. Так, тут у кого-нибудь есть сигарета. А, это еще один кафешоп? Да, да, да. А, прикинь, они-то каждого разыграют, заходят, чтобы задобриться. Такой прикол, типа. Это у тебя выключено? Нет. Тогда нельзя. Тебе надо выключить. Нет, нет. Если выключен, без проблем. Если записывает, нет. Не, не, мы не любим, мы не любим. Если ты закроешь свою куртку, ну, заходи без проблем. А, так? Да, да, не парься, хорошо, я подожду. Но мне нравится твоя камера. Лучше, чем у меня. В принципе, можно было бы сказать, что она офф, и я бы просто зашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, хастлеры, давайте за поездку. Добро пожаловать в Амстердам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете ему сказать, что он не может снимать здесь еду? Ну, конечно же, он может. Ты просто обязан. Фотографии до и после. У этого чувачка весь инстаграм в таких фотографиях. Еда до и после. Хорошо, в этом месте теперь сделай фотографии своего живота. До и после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, мы под***лись не так, как ты в машине. Хочешь, сходи, кому присунь. Что здесь такого? Вон там где четыре девочки сразу. Заходи с ними, танцуй, мы погнали домой. Погнали, давай, давай. Как вы видите, начался абсолютно газский дождь, который наложился на нашу усталость. Надо что-то взять, может, попить. Часы, проведенные в дороге, и прелесть местных благований в совокупности дали нам понять, что пора домой. Какого хрена отделанная Теурица с блинами? Прикинь, такая тема. Заходишь в один из этих красных апартаментов, распаковываешь блинчики и чай, типа слушай, давай перекусим перед делами. Да нахрен все это надо. Любовь моя, давай поужинаем. Так я посмотрю, что там внизу. И пока Арчик Дербанит, Амстердама, блинные истории, я бы хотел сказать тебе спасибо, что досмотрел до этого момента, и спасибо тебе за то, что поддерживаешь. Это Лондон Бро, оставайся на связи. Пока.